Здравствуйте, меня зовут Самуаленко Наталья, и не одного садовода, который не мечтал бы о растении с плакучей формой крона. Причем я имею в виду не природную плакучесть, как к примеру привычная береза плакучая или ивы, а искусственную, ту, где благодаря прививке дерево напоминает гигантский зонд. Или если крона разрослась и ее не укорачивает, то она похожа на шалаш из детства, который мы строили для своих игр. О недостатках и достоинствах таких деревьев мы обязательно поговорим, но немного позднее. А сегодня я хотела бы отдельно остановиться на растении, чья плакучая форма невольно вызывает восхищение и уважение у всякого садовода. Речь сегодня пойдет о вязе шершавом и о его самом знаменитом и популярном сорте – кампердауне. Ни в зимостойкости, ни в жароустойчивости этого вида сомниматься не приходится. Его ареал достаточно обширен. Его можно встретить на Британских островах – Финляндии, Швеции, Норвегии. Между прочим, в Норвегии есть места, где вяз образует чистые насаждения. Пусть единично, но попадается он и в Архангельской области, и даже в Республике Коми. Если мы берем южное направление, то ему комфортно на Кавказе, Крыму, Греции, Иране, Испании, Италии и так далее. Такая пластичность, несомненно, сыграла свою роль в популяризации этого растения. Растений, которые одинаково прекрасно чувствуют себя в диаметрально разных климатических зонах, не так много. Кто-то привык к влажному климату, и сухость его угнетает. Кому-то очень жарко, а кто-то буквально дрожит от холода. Вяз же прекрасно чувствует себя почти в любом климате. Еще одним несомненным достоинством вяза можно считать его долгий срок жизни. На сегодняшний день сохранились вязы, посаженные еще в середине 17 века. К примеру, в Италии растет вяз, посаженный еще в 1620 году. Правда, к сожалению, таких экземпляров с каждым днем все меньше и меньше. Вообще вяз шершавый хорош всем, начиная от внешнего вида и заканчивая нехитрой агротехникой. Он растет почти на любых почвах. Однако предпочитают влажные и богатые гумусом грунты. Хотя и на сухих бедных почвах тоже растет. Если, конечно, речь не идет о пустыне Сахара. В таких условиях его рост значительно замедляется. Но все же... Только хочу обратить ваше внимание, что если я говорю о влажных почвах, то меня нужно понимать буквально. Это совсем не значит, что вязу будет хорошо на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Или на болоте. Вот чего-чего, а подтопление он терпеть не может. Уж лучше сухость, чем болото. Как к освещению тоже особых требований нет. Предпочитает солнечные места, но может мириться и с полутенью. Полутенью, а не тенью. А насколько он красив и декоративен? Вяз – это как раз то растение, которое не теряет своей декоративности круглый год. В природе это крупное многоствольное дерево до 30 метров в высоту. У него крупные темно-зеленые листья размером от 10 до 20 сантиметров. Если провести по ним рукой, особенно от кончика к черешку, то вам покажется, что у вас в руках наждачная бумага. Цветет он еще до распускания листьев. У нас в апреле-начале мая. На юге еще в марте. Это, конечно, не крупные соцветия рододендронов, но цветение начинается в такой период, что любое изменение в природе заметно и невольно вызывает радость у садовода. Весна все-таки. Дождались? Плоды крылатки размером с двухрублевую монетку. Но даже зимой вяз красив, узнаваем и вызывает невольное уважение. Его очень легко определить по почкам и характерному для него ветвлению. Ветвление симпедиальное, то есть верхушка главной ветки оси в какой-то момент прекращает рост, а ее место занимает боковое растущее направление главной оси. Со временем получается своеобразная лесенка вдоль ствола. Все эти качества делают вяз еще более желанным. Ну, сказка они растения, не правда ли? А если еще вспомнить, что именно у вяза самая красивая плакучая форма, то держаться нету больше сил. Посмотрите, это Кэмпердауни. Необычная форма кроны в виде шатра. Дает полет фантазии для дизайнеров. Хотите, можете сделать модную прическу коре. Или, может, вы хотите выстричь в ход зеленый шалаш, поставить там скамеечку и прятаться в особо жаркие дни. Что касается характеристики сорта по высоте и ширине, то я вам точно их сказать не могу. Высота растения зависит от высоты штамба, то есть изначальной высоты ствола. Если вы покупаете дерево, где ствол 180 см, то, конечно, оно никогда не вырастет до 3 или 5 метров. Максимумно растет еще крона полметра. То же касается и ширины. Обычно крона диаметром метра 2-2,5. Но путем нехитрой стрижки она может как увеличиваться, так и уменьшаться. Но, несмотря на все очевидные плюсы этого растения, я бы все-таки 10 раз подумала, прежде чем купить и посадить вяз у себя на участке. Особенно это касается жителей Ленинградской области и тех регионов, где сыро. Думаю, что вы догадались, что речь идет о голландской болезни. За последние столетия эта болезнь стала бичом для многих вязов. Особенно для Шершавого. Впервые она была зарегистрирована и описана в Голландии. Оттуда распространилась по Европе, достигла Британских островов и даже несмотря на гигантское расстояние пересекла океан, достигнув Северной Америки. К сожалению, не пощадила она ни Ленинградскую область, ни сам наш город. В городе насчитывалось более полутора миллионов вязов. Но с каждым годом их количество уменьшается. Особенно жаль старейшие экземпляры. Многие были посажены еще до Великой Отечественной войны. Пережить блокаду, перестройку и погибнуть от голландской болезни. А вот в странах Скандинавии пока тихо. По-моему, был один случай в Норвегии, но он не подтвердился. Этот факт не может нас не радовать. Что такое голландская болезнь, какие симптомы и возможно ли ее лечение? Есть версия, что возбудитель этого заболевания попал в Голландию из Китая еще в начале 20 века. Причем проник он не саженцами, как многие подумали, а в корзинах, сделанных из вязовых ветвей, в которых китайские рабочие хранили свои вещи. Этот вывод сделан на основе того факта, что виды вяза, растущие в Китае, устойчивы к этому возбудителю. Итак, что такое голландская болезнь? В первую очередь это заболевание, вызванное патогенными грибами, которые закупоривают сосуды, как в стволе, так и в ветках. Внешне болезнь протекает по следующему сценарию. В один прекрасный день вы видите, что на вашем чудесном вязи засохла одна из ветвей. Причем внешний вид дерева в целом не вызывает у вас беспокойства. Ну что ж, бывает, вполне возможно, что ветка была надломлена, и это естественный процесс. Вы срезаете ее, но через некоторое время ситуация повторяется. И так до тех пор, пока от растений ничего не останется. Этот процесс может быть растянут во времени, или прямо на глазах растение погибнет за несколько недель. Можно ли спасти такое растение? Наверное, можно. Но у меня еще ни разу не получилось. Удалось лишь продлить агонию на несколько лет. Правда, я знаю в нашем городе коллег, которые утверждают, что им удается годами сдерживать голландскую болезнь. Тем самым, сохраняя и продлевая жизнь растения. Насколько это правда, не знаю. Но у меня нет повода не доверять Сергею Ханевскому. Волшебную пилюлю, которая спасет вязы, ищут давно. Скорую уже будет как сто лет. Но пока такого фунгицида нет, насколько мне известно. Поэтому в итоге решили пойти другим путем. Решили вывести гибрид, который был бы полностью устойчив к этому заболеванию. Вроде бы даже получилось. Такие растения стоят в разы дороже. И я нигде не нашла информации, устойчив ли этот гибрид голландской болезни на все 100%. Или просто процент зараженных деревьев ниже. Хотелось бы почитать серьезные работы на эту тему, а не верить рекламным лозунгам продавцов и производителей. Если вы натыкались на такие работы, то дайте знать. Буду очень благодарна. Все остальные болячки по сравнению с этой уже кажутся сущим пустяком. Хотя внешне иногда выглядят очень отталкивающе. К примеру, есть такая тля цикла развития, который связан с двумя растениями. Связан и со смородиной. Обнаружить ее несложно. Где-то в июне на вязи можно заметить листья, свернутые в трубочку до половины. Если лист развернуть, то там можно увидеть целую колонию вредителя. Второй вид тли, поражающий вяз, внешне еще сильнее уродует растения. На листьях появляются зелено-желтые галы. Если гал вскрыть, то там опять же будет небольшая колония тли. К июлю галы раскрываются, и взрослые растения перебираются на злаковые. Бороться с этой напастью не так уж и сложно. Препаратов против тли много, но внешний вид портится как минимум до следующей весны. Вот, пожалуй, все, что я хотела рассказать вам о вязах. Покупать вяз или нет, решать вам. Совсем не обязательно, что вас вяз обязательно заболеет и умрет. Впрочем, нет также никакой гарантии, что растение не погибнет от голландской болезни. А на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!